Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42 в студии Сергей Уланов. Президент принял участие в церемонии открытия авиабазы Нацгвардии в Астане. Верховный главнокомандующий поздравил участников с наступающим Днем Защитника Отечества и отметил важность и значимость этой даты. Ознакомился Касым Жумартукаев и с образцами военной техники. Все подробности в нашем сюжете. Своё мужество военнослужащие проявляют не только во время службы, но и оказывая помощь населению. Например, во время паводка военные пилоты доставляли гуманитарные грузы, наравне со спасателями вызволяли людей из затопленных территорий. В рядах нашей армии служат настоящие профессионалы, сказал президент во время осмотра авиабазы. Наши солдаты и офицеры обладают отличной боевой выучкой, превосходно владеют оружием и техникой, способны безупречно и эффективно действовать в самых сложных условиях. Военнослужащие Казахстана успешно участвуют в различных международных миссиях под эгидой Организации Объединенных Наций. Также он отметил высокий уровень подготовки авторитет наших воинов. В этом году они впервые приступили к самостоятельному выполнению задач на голландских высотах. Это наглядно демонстрирует высокий уровень подготовки наших войск и растущий авторитет Казахстана на мировой арене. Тут же президенту показали зал военной славы, библиотеку и другие объекты. На авиабазе созданы все условия для несения службы. Близость к столичному аэропорту – это тоже преимущество. В плане своевременной доставки техники и персонала. А также авиационная поддержка Нацгвардии. Как будут контролировать расходование денег на модернизацию ТЭЦ? Журналисты спросили об этом вице-министра энергетики Есимханова. И главное – понесут ли ответственность олигархи за ЧП на ТЭЦ? Ведь из-за этого в Казахстане жители замерзали зимой в собственных домах. Для стимулирования субъектов рынка решено направлять инвестиции на реконструкцию и модернизацию мощностей. Разработана новая программа «Тариф в обмен на инвестиции». Объем инвестиций в отрасль по программе оценивается порядка 400 миллиардов тенге ежегодно. Но в Казахстане уже действовала программа «Тариф в обмен на инвестиции». Она предполагала модернизацию ТЭЦ и коммунальных сетей. Однако большинство объектов так и осталось изношенными. Сейчас в стране 19 ТЭЦ находятся в критическом состоянии. И как полагают эксперты отрасли, многие ТЭЦ Казахстана бесполезно модернизировать. Они уже отработали свой ресурс. После ЧП в Экибастузе проверяли расходование бюджетных денег на ТЭЦ. Ранее комиссия передала фискальные и правоохранительные органы документы в отношении ряда энергопредприятий по фактам вывода денег, а также их неэффективного и нецелевого использования. Но олигархи не понесли ответственность. Если, допустим, не дай бог, ЧП на ТЭЦ повторится, как в Экибастузе, монополисты понесут ответственность? У них усиливается ответственность или нет? Что-нибудь изменилось в этом плане? Ну, сейчас вот в Можилисе закон о теплоэнергетике рассматривается, и депутатами этот вопрос обсуждается. В целом, ну, как я говорил, ответственность-то в существующем законодательстве есть, руководители этих предприятий, да, и соответствующие. Поэтому вопрос, я понимаю, вы клоните вопросу ответственности акционеров, но это уже вопрос, наверное, в законодательной части, как это будет. Сейчас в Можилисе это рассматривается. То есть ответственность не изменилась? Ну, на сегодняшний день не изменилась, но в законодательстве сейчас депутаты рассматривают, как этот вопрос усилить ответственность. Ряд крупных технических сбоев на объектах теплоснабжения в 2022-2023 годах произошли в том числе по причине недобросовестного отношения собственников, то есть тех же олигархов, в части выделения собственных денег для поддержки предприятий, проведения работ по ремонту и модернизации. Поэтому депутаты предлагали закрепить в законопроектах ответственность собственников-акционеров, тех же олигархов, по обеспечению исправного функционирования объектов теплоснабжения для недопущения повторных печальных событий, которые произошли в Экибастузе, Риддере и других городах. Но этого не произошло. Дело в том, что акционеры в Казахстане находятся под особой защитой, а ремонтировать ТЭЦ будут за счет народа, полагают депутаты. Ведь в среднем по Казахстану произошло повышение тарифов на коммунальные услуги от 10 до 45%. Ранее сообщалось, что в стране 19 ТЭЦ находятся в критическом состоянии. Средний показатель износа казахстанских ТЭЦ составляет 66%. По Уржаншехмет Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Отсрочка по налоговым платежам для предпринимателей будет действовать до 1 июля текущего года. Об этом сообщают представители Департамента госдоходов Западно-Казахстанской области. Приказ по установлению иного порядка регулирования налогового администрирования был подписан 17 апреля текущего года. Отсрочка действует по всем видам налоговых платежей и проверок бизнес-объектов, пострадавших от паводка. Перенести сроки сдачи налоговой отчетности, наступивший период с 1 марта по 30 июня 2024 года, на 1 июля 2024 года. Приостановить до 1 июля 2024 года принятие обеспечения исполнения не выполненную срок налогового обязательства и мер предвидительного разыскания налоговой задолженности. А также приостановить до 1 июля все назначенные налоговые проверки. Это комплексные, тематические, встречные, а также хронометражные обследования. В пригороде Ак-Тубе очередникам выдали участки прямо на стихийные свалки. Территория, где люди собирались строить дома, оказалась завалена бытовым мусором. Причем горы отходов только пополняются. Навести там порядок в Акимате обещали еще в прошлом году. Но люди сетуют, что проблема остается нерешенной. Подробности в репортаже Лейла Уесовой. Мусорная полоса тянется почти на 2 километра. Причем с каждым днем эта свалка продолжает расти. Строительный мусор, бытовые отходы, сломанная мебель и сантехника. Все это люди вывозят из города целыми грузовиками. Мечта о загородном доме в одном из живописных районов Ак-Тубе обернулась настоящим кошмаром для очередников. По их словам, мусора так много, что расчистить территорию своими силами не получается. Всего здесь выдали около тысячи участков. Правда, новостройки появились рядом со стихийной свалкой. Придется теперь строить дом из мусора. Когда все расчистят, это же опасно. А если начнется пожар, смотрите, сколько здесь отходов. Мы требуем ликвидировать свалку и наказать виновных лиц. Мы просим расчистить наши участки от мусора. Все платим налоги. У нас же могут забрать землю. Когда здесь наведут порядок? Заветные 10 соток в жилом массиве Рауан получили больше тысячи актюбинских семей. Многие уже построили дома и заселились, несмотря на зловонное соседство. И, как говорят новоселы, невыносимый запах от гниющих отходов только усиливается. А сейчас вот разгребли для вида, только край. Вот сюда кучку создали. Мусор тайком завозят. Свежий мусор закидывают уже в лесопосадки внутри. Мы за этим следить не можем. Это должны какие-то полиции, органы этим заняться. Они знают всё. А не следят? Ну, не следят, значит, раз уж сюда привозят, выгруживают. Они должны отлавливать их, штрафовать конкретно. Вот только поймать нарушителей не так-то просто. В основном свалка пополняется в тёмное время суток. В Акимате сообщили, что несанкционированный полигон занимает 10 гектаров. Всего там накопилось 20 тысяч тонн мусора. Подрядную организацию, которая займётся вывозом ТБО, определят по результатам тендера. На сегодняшний день 239 миллионов тенге выделены. Сейчас идут конкурсные процедуры. Сейчас конкурс на обжалование. В течение 10 рабочих дней должен уже выйти победитель. После этого эти работы будут начать. Совместно с МПС мы каждый раз работаем, чтобы проводить рейды, мероприятия. Ну, в любом случае, люди, некоторые не понимают, что нельзя вывозить. Нужно полигон, отведённое место надо вывозить. Локацию несанкционированных полигонов чиновникам передаёт космический мониторинг. С помощью спутника только по району Алматы насчитали 20 таких точек. Лайла Уйсова, Жумарт Худайбергенов, телеканал ТДК-42, Октубе. В Мангастаусской области растёт число зарубежных туристов. Отмечается, что в регионе имеется множество туристических зон. Тем не менее, дороги, ведущие к некоторым из них, оставляют желать лучшего. Местные жители активно стремятся решить эту проблему. Как известно, в Октаву существует множество туристических зон. Однако, чтобы добраться до них, необходимо преодолеть 140 километров пути от областного центра. По словам жителей, качество дороги оставляет желать лучшего и вызывает много проблем. Есть возможность сократить расстояние со 140 километров до 27 километров и построить кратчайший маршрут. В результате любой турист мог бы легко добраться до этих территорий по асфальтированной дороге, отмечает Сакен Айдарбаев. На самом деле, село расположено близко к районному и областному центрам. Единственное, что делает его отдаленным – это дорога. У меня есть рекомендация по привлечению туристов. В Тущебекском сельском округе на 15-м разъезде есть такие места, как Сары-Таган и Караспе. Неподалеку от них есть дорога протяженностью 27 километров, которая есть еще с давних времен. Такой маршрут мог бы заинтересовать туристов и принес бы дополнительную прибыль. Понимая, что есть возможность привлечь больше туристов, местный житель разработал специальный проект и передал его в соответствующее управление. Автор проекта отметил, что в случае одобрения идеи в селе Тущебек могло бы быть создано 80 новых рабочих мест. Ответственные лица в управлении не скрывали, что предложение рассматривается. Акимату района дано поручение на оформление соответствующих документов. В перспективе начата работа по включению туристического направления в программу туроператоров с целью повышения привлекательности этих мест для посетителей. В данный момент зарегистрировано 17 туроператоров, предлагающих 227 маршрутов в этом регионе. Отметим, что Мангисталская область в прошлом году достигла 130-процентного показателя по привлечению туристов. Большая часть посетителей региона посещает такие историко-культурные объекты, как Божжера, Бекетата, Щеркала и подземные мечети. Амина Максотова, Макагалин Рдаулет, Аслабек Абикенов, Телеканал ТДК-42. В АТРАУ растет количество случаев гепатита А среди детей. В большинстве случаев причиной этого является отказ родителей от вакцинации своих детей. Об этом сообщили местные врачи. Как передаются данные заболевания, узнавали корреспонденты телеканала Каспиан Ньюс. В АТРАУ наблюдается рост заболеваемости гепатитом А среди детей. По словам врачей поликлиники номер 7, большая часть зараженных не вакцинирована. В настоящее время в медучреждении лечения получают два ребенка. Врачи жалуются, что несмотря на проводимые разъяснительные работы, родители все равно отказывают от вакцинации. Большинство тех, кто не желает делать прививки своим детям, поступают так не только по религиозным причинам, но и просто из-за нежелания. Сейчас среди детей наблюдается высокий рост заболеваемости гепатитом А. Болезнь передается через загрязненную еду или воду. Особенно сейчас, в паводковый период, гепатит А может передаться человеку с зараженной водой. Дети часто также играются в местах скопления воды. В настоящее время в нашей поликлинике на лечении находятся два ребенка. Согласно нашим исследованиям, из 100% зараженных 90% являются непривитые дети. Однако не стоит забывать, что вакцинация лишь предотвращает болезнь. Но если человек не будет соблюдать правил гигиены, то риск заразиться все равно есть, сообщают врачи. Всего в апреле вакцинировалось около 70 детей. Шестилетний Латиф Нуржан – один из редких смельчаков, который отважился прийти за вакциной от гепатита А и кори. О вреде вируса ему рассказала мама, поэтому он, не задумываясь, принял решение получить прививку. Так юный горожанин Латиф поделился с нами своими ощущениями после получения укола. Классно. Реакция пошла. Всю руку уже можно двигать. И можно все резко делать уже. Не как в тот раз. Руками не так быстро делаю. Ну, чуть-чуть щипет. Тогда мне делали уже приливку. Чуть-чуть защипело, как комарик. Я призываю своих друзей к вакцине. Не бояться, как я. Напомним, в середине апреля в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области сообщили, что детей и подростков, пострадавших от наводнения в районах, будут вакцинировать от вирусного гепатита А. Здесь необходимо отметить, что вакцинация проводится не только среди жителей города Кульцарам, пострадавших от наводнения, но и всей Атраусской области. Отказаться от него могут только те, кто имеет медицинские противопоказания и хронические заболевания. Получить прививку можно в поликлиниках на бесплатной основе с 8 утра до 8 вечера, а также выходные. Нурсуяль Брусова, Талек Аскаров, Нурлан Шамгонов. Специально для телеканала ТДК-42. Нашей коллеге и журналисту телеканала ТДК-42 Каламкаса требуется дополнительное материальное помощь на лечение. Несколько месяцев назад ей поставили диагноз «рак яичников». Сейчас Каламкаса получает лечение в Индии. По словам врачей, средств, собранных ранее, недостаточно. Чтобы завершить полный курс лечения, требуется еще более 10 миллионов тенге. Напомним, несколько месяцев назад Каламкас поставили диагноз «рак яичника». Когда родители и родственники девушки услышали неутешительный диагноз, они начали сбор средств на лечение. Благодаря неравнодушным жителям нужная сумма собралась быстро. Каламкас отправилась на лечение. Сегодня она находится в клинике Апола в Индии. Благодаря зарубежным врачам ей стало лучше. Но радоваться еще рано, так как ей предстоит пройти через операцию. После медицинской процедуры Каламкас нужна будет терапия, на которую требуется дополнительная материальная помощь. Операция будет проведена после переливания крови. Во время операции мы удалим опухоль. После того, как операция успешно пройдет, ей необходима дорогостоящая иммунотерапия. Одна такая процедура стоит 5000 долларов. Затем будет проведена повторная химиотерапия. Для поддержки и закрепления результата врачи назначили для Каламкас иммунотерапию, которую нужно проходить в течение трех лет. По словам врачей, у Каламкас слабый иммунитет. Они лечат ее только качественными и дорогими препаратами, благодаря которым ее состояние остается стабильным. Для того, чтобы ее состояние не ухудшилось после операции, ей требуется должное лечение. На сегодня на это требуется чуть более 10 миллионов тенге. Давайте вместе поможем Каламкас в борьбе с болезнью. Вы можете перевести любую сумму на счет по реквизитам, указанным на экранах. Дана Керимбаева, Салбек Абекенов, телеканал ТДК-42. Порядка 60 миллионов тенге необходимо на содержание уральских фонтанов. Об этом сообщил руководитель отдела ЖКХ. Эти средства предусмотрены на текущее содержание, обслуживание и замену некоторых деталей. Сегодня в городе насчитывается 25 фонтанов. Большая их часть устарела. При этом в текущем году работы по их обновлению не запланированы. Начали работу по очистке, замене форсунок и прочих и так далее. Работы также ведутся в штатном режиме. Здесь у нас местная компания, замена энергосервиса называется. Она также будет обслуживать в этом году. Здесь договор также трехгодичный. Компания местная работает в штатном режиме. В принципе, так скажем, первой декады, через середину мая полностью все будет работать в штатном режиме. Школьники Уральска активно приняли участие в масштабной экологической инициативе «Таза Казахстан», которая была посвящена посадке деревьев и улучшению состояния лесных насаждений. Более 50 школ города приняли вызов этого челленджа. Наши корреспонденты стали свидетелями активного участия школьников в сохранении окружающей среды. Школьники собрались в Центре детско-юношеского туризма и экологии «Атамикен». Сообщая дружно, уральские школьники вышли на экологическую акцию «Таза Казахстан». Всего больше 50 добровольцев. Совместно ребята благородили территорию лагеря, высадили цветы и белили деревья. Челлендж поддержали не только ученики, но и учителя. Прививать детям любовь к труду и чистоте стараются с первого класса, говорят учителя и вожатые. Здесь в основном участвуют лидеры всех школ. Это жасулановцы, это парламент. Надеюсь, дети сегодня во всю силу, во всю мощь покажут свои таланты. Молодежь, в свою очередь, рассказывает, что основная цель челленджа «Чистый Казахстан» – любовь к природе. Ведь бережные отношения к экологии не только помогают сохранить природу, но и помочь школьникам активно провести время на природе. В конечном итоге этого слёта мы будем награждать среди 50 школ только 15 школ городскими областными дипломами. В конце мероприятия подростки смогли передать челлендж с названием «Чистый город, чистый воздух» своим сверстникам. Республиканская экологическая акция «Таза Казахстан» продлится пять недель. Каждая из них носит своё название и посвящена определённой тематике. Во вторую неделю акцент будет сделан на очистке историко-культурных памятников и благоустройстве прилегающих к ним территории. Дана Керимбаева, Абула Джигапара, Александр Грабарев, телеканал ТДК-42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова